Месячник оборонно-массовой патриотической работы идет сейчас по всей стране. В его рамках в столичной школе номер 40 открылся новый стенд музея «Сыны Отечества». Гильзы и патроны времен битвы за Москву, противогазы и колючая проволока блокадного Ленинграда. Формы и каски весеннего наступления на Берлин в 45-м. Музей «Сыны Отечества» работает в 40-й школе вот уже 9 лет. В экспозиции почти все основные события Великой Отечественной. История, которую школьники изучают по наглядным экспонатам. Сегодня музей пополнился новой страницей под названием «Легендарный Севастополь». Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня я вам расскажу про битву за Севастополь, которая началась 30 октября. Ей руководил и обеспечил Черноморский флот во главе с лицей адмиралом Актеровым. Вся история битвы на одном стенде. Здесь и описание ключевых моментов, и карта сражений, и даже фотографии бойцов. Я думаю, на стендах достаточно проще изучать историю, чем в учебниках. И это можно делать в любое время по собственному желанию. Я очень часто вижу, как мои одноклассники подходят, изучают вещи, которые находятся в музее. Каски, форму. Это многим очень интересно. И они этим увлекаются. Я вам скажу, что в 40-й школе именно патриотизм – это, я вам скажу, основная тема, без всяких этих высоких высокопорных слов. Здесь именно растят патриотов нашего города, нашей республики, нашей страны. И это очень заметно. Вы посмотрите, вот сегодня вы обратили внимание, как дети читают стихи, как они поют, как они танцуют. Слов нет. Они стараются. Им это интересно. И они горды за то, что они делают. Это очень важно. И как напоминание о героических днях «Севастопольский вальс» в исполнении кадетов. «Севастопольский вальс» Золотые дни Не светили пути и не раз В отбуках строки Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика